Алло, здравствуйте. Алло, да-да. А могу я Татьяну услышать? Ее нет. Что? Нет ее. Я только что с ней разговаривал, 20 секунд назад. Ну все, теперь нет ее. Что? Теперь ее нет. А вас как зовут? Как могу к вам обращаться? Василий. Василий, я слышу, как Татьяна рядышком вам на ушко что-то там рассказывает, поэтому дайте ей трубку, мне нужно с ней поговорить. Я вам сказал, Татьяны нет, а то, что вы слышите, это сугубо ваше личное дело. Василий, я с ней разговаривал 20 секунд назад. 20 секунд. Хорошо. Ну пропасть она за это время никуда не могла. Логично? Логично. Нет, не логично. Почему вы не хотите Татьяне давать трубку? Василий. Я хочу Татьяне давать трубку. Так почему не даете? Ее нет. А зачем вы мне врете? Я хочу вам говорить правду. Да, хорошо. Ну тогда давайте с вами поговорим. Раз уж Татьяны нет, то я вам сейчас все расскажу. В Татьяне, если что, передадите. Может, с вами заинтересуетесь. Не договорились, Василий? С удовольствием. С удовольствием. Замечательно. А вам Татьяна кем приходится? Никем. Как это никем? Ну так. А почему тогда у вас ее номер телефона? Вы вообще на мой номер телефона звоните. Я вообще никакую Татьяну не знаю. Так, Василий. Давайте, пожалуйста, не валять дурака, а нормально разговаривать. Я вам звоню не просто так потратить время. Я звоню серьезными вещами. Понятно? Ну я трачу свое время на вас только потому, что вы тратите свое время на меня. Я трачу на вас время, потому что вы включили дурачка и пытаетесь свое мнение навязать. Вот и все. Но это не поведение взрослого человека. Это поведение, не знаю, ребенка 15-летнего, но не взрослого человека. Вам 15 лет может? Мне 14, спасибо. Для меня это комплимент. Четырнадцать? Ну да, это число после тринадцати. Что? Это число после тринадцати. Вот 12 часов, потом 13, какие нечисливые числа, и 14. Столько мне лет. Ничего себе. Ничего себе. Это ты в своем возрасте все, что успел выучить. Да, что после двенадцати идет 13, после тринадцати идет 14, а после четырнадцати что идет? Пятнадцать. 15, ничего себе, но ты уже впереди всех твоих сверстников Теперь вы тоже знаете Ты очень большой молодец Жалко просто с тебя с такими знаниями жизнь просто проглотит и выприт, очень быстро И если ты будешь так разговаривать с людьми, как ты говоришь сейчас То поверь, в жизни тебе будет очень непросто И своей смертью ты вряд ли умрешь, понимаешь? Вер, вер, но у меня всегда есть выход Веришь? У меня всегда есть выход, если меня жизнь выприт Ну, сейчас хороший, смотри, хороший выход сейчас, я тебе подскажу А вот одеваешь свой самый дорогой костюм, который у тебя есть Залазишь на 9 этаж, отдаешь честь и падаешь вниз Вот это самый лучший выход будет в твоей ситуации, понимаешь? Ну, это интересно У меня другой есть выход, даже получше А ну Когда делать нечего Пойти к вам на работу Устроиться в ваш отдел Ко мне на работу? Да, 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 конечно Всегда мечтал Но если бы ты устроился ко мне на работу Подожди, подожди Если бы ты устроился к нам на работу Ты бы был нормальным членом общества Зарабатывал бы хорошие деньги Понимаешь? Хорошие деньги И вот сколько ты зарабатываешь? Вот скажи Я вообще не зарабатываю Я ребенок, мне нельзя работать Я понял Ну, наверное, ты зарабатывать в своей жизни никогда и не будешь И не поймешь, что это такое Вообще зарабатывать нормальные деньги Наверное Понимаешь? Наверное Вот в чем вся проблема Наверное Так что Хорошо Василий, все Желаю тебе успехов в личной жизни Одевай костюмы и призывай Давай, пока Продолжение следует...